Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Сегодня я хочу ответить на ваш вопрос о том, как я набираю схемы, где используется много бисерин одного цвета. Вот, например, сейчас у меня в работе одна вещица, о которой вы узнаете потом, попозже. И мне нужно было набрать бисер цветной и еще в конце 1470 бисерин белого цвета. Иногда рукодельницы мне пишут и задают вопрос, и что прямо мне считать, вот 1470 бисерин, да, девочки? Их нужно считать, иначе схема не сойдется. Поэтому я вам сегодня расскажу, как я это делаю. Я считаю сотнями, то есть я сосчитала 100 бисерин, и чтобы мне можно было себя проверить, я надеваю такую маленькую бумажечку. Вот, видите, я надеваю ее на нитку. Когда я буду провязывать это место, я просто бумажку разрываю и вяжу дальше. Дальше я набираю следующую сотню и снова надеваю бумажку. То есть у меня получается вот такой отрезок бисера. Это 100 бисерин и между бумажками. Записываю следующие 100 и так далее. Каждую сотню я отделяю бумажкой. Для чего я это делаю? Может быть, вы скажете, а я буду считать сразу 1470 бисерин, и все. Пожалуйста, если вам так удобно, вы можете сделать это именно так. Но для меня удобнее проверять себя. Почему? Вот, например, я считала, насчитала я 500 и меня кто-то отвлек. У всех семей, у кого-то маленькие детки, у кого-то питомцы, кошечки, собачки, которые могут вас отвлечь во время пересчитывания бисерин. Я отвлеклась, к примеру, и забыла, записала я следующую сотню или не записала. И в итоге у меня получается так, что я могу набрать на 100 больше или на 100 меньше. Вот таким образом. А когда я размотаю ниточку и посчитаю, сколько у меня вот таких отрезочков, я сразу могу сказать, сколько сотен я набрала. Итак, вернемся к нашему набору. Я набираю 5 раз по 100, объединяю их, пишу 500. Дальше набираю еще 5 раз по 100, опять пишу 500. Итого у меня уже 1000 бисеринок. Дальше нам надо набрать 400. Я набираю 4 раза по 100, пишу 400. Также все это отделяю каждую сотню бумажкой. И дальше набираю 70 бисерин. Могу себя проверить, не ошиблась ли я где-то в наборе, пересчитав вот эти отрезочки по 100 бисерин. И готов мой набор. И я могу приступать к вязанию своего изделия. Вот именно этим способом своего набора бисерин я хотела с вами поделиться. Надеюсь, что мое объяснение вам понятно и мой способ окажется для вас полезным. С вами была Елена Стишенко. Желаю вам творческих успехов. Пока-пока.